Всем привет! Это Лиза Краснова и сегодня вместе с вами мы будем тестировать новинку от Lancome. Это новая тушь, которая называется Idol Lush. И необычна она тем, что была вот в этом воздушном шарике, а этот воздушный шарик был вот в этой огромной коробке. Ко всему этому добру предлагалась вот такая булавка, которой нужно было лопнуть шарик и достать собственно саму тушь. Но мой ребенок вчера из коробки сделал халабуду, а с шариком я расставался целый день, поэтому я могу вам сказать, что если бы я лопнула его, то здесь была бы драма в трех частях. И мне пришлось ухищриться и достать эту тушь из шарика и лопну его. Физика, люблю тебя, спасибо. Вот такое длинное предисловие, но кроме этого я хотела бы вам показать еще две палетки от Lancome и Киара Феррани. Вот эта палетка выходила позапрошлым году, в 2018, а вот эта палетка, она вышла только недавно у нас в Украине. И, во-первых, я бы хотела показать вам отличия, потому что обе палетки еще доступны к покупке в некоторых местах. И протестировать вместе с вами, собственно, новую палетку, новую тушь и сравнить эту новую тушь с моей фавориткой от L'Oreal. В общем, если вам интересно, продолжите смотреть, уже вы и так полторы минуты посмотрели. У меня на лице есть тональный крем и брови. Все. Я, честно говоря, забыла вообще сделать какую-то коррекцию, а потом вспомнила, что у меня вот в этих палетках есть средство для коррекции лица. И сейчас я буду наносить базу под тени. Это копеечная база от Evelyn. При этом она очень классно работает. Я вам ее уже показывала не один раз, если вы не впервые на моем канале. Я ее наношу и просто такой синтетической кисточкой растушевываю. Очень-очень тонкий слой базы всегда наношу, потому что если вы нанесете базы чрезмерное количество, то она, наоборот, будет ваши тени скатывать. И пока база схватывается, я хочу вам показать. Смотрите. Это новая палетка. Здесь три оттенка хайлайтера в румян, потом бронзирующая пудра, восемь оттенков теней, два из которых... Но лучше их наносить на какую-то влажную подложку и хайлайтер. И кисточки, которые есть в комплекте, кстати, очень добротного качества. В палетке прошлогодней было все немножко иначе. Здесь был типа блеск для губ в огромном вот таком вот объеме. Четыре оттенка помад, четыре оттенка теней, потому что в новой палетке нет помад уже. А очень красивый оттенок румян, похожий на румяна из палетки тройки, которую больше, к сожалению, не выпускают. И три оттенка хайлайтера. Я знаю, что путают мнение, что в эти палетки кладут чего только не попадя, но на самом деле здесь качество меня вообще не разочаровало. Хайлайтеры очень красивые. Сейчас вместе с вами я хочу нанести как раз вот этот бронзер. Он достаточно такого, знаете, интересного оттенка. Он с одной стороны зеленовато-сероватый, что-то типа контуринга, а с другой стороны он все равно на лице становится таким действительно немножко бронзирующим. Но опять же это очень сильно зависит от оттенка вашей кожи, потому что сам по себе он, видите, с таким немного, ну вот зеленым потоном. Я не знаю, как объяснить. Я лично вижу в нем какой-то зеленый отлив. То есть я не представляю, как на коже, например, у загорелых итальянок он смотрится. А из палетки прошлогодней, позапрошлогодней я хочу нанести вот эти румяна, и вы увидите, какие они красивые. У них очень красивый перелив. Я люблю такие сатиновые с сиянием румяна, потому что они всегда делают лицо каким-то более живеньким. То есть если я делаю какой-то дневной макияж такой легенький, я люблю румяна с сиянием, потому что они действительно делают лицо более естественным таким, ну каким-то вот не знаю, когда передать словами. А когда я делаю какой-то типа хардкор макияж, я люблю матовые румяна. Теперь из новой палеточки нанесем... Так, вот тут подписано, что это. Вот это отделение, кстати, они называют Eyeshadow Base. Но я в этом как-то сильно не уверена. Ладно, я уже наносила это средство как хайлайтер, и все было нормально. Этой палеткой я уже пользовалась несколько раз. Кто подписан на мой тикток, мог ее видеть. А сейчас я хочу нанести вот этот оттенок такой персиковый. На самом деле цвета здесь достаточно приятные. Здесь есть матовый, черный. И вот эти вот оттенки, они как бы разделены на типа луки. Вы можете сделать себе там фэшн какой-то вечерний образ и дневной макияж. Что? Момент истины. Я нанесла на губы вот этот вот блеск из палетки. Если вы любите палетки и вы их коллекционируете, я однозначно могу рекомендовать. Здесь действительно яркая пигментация, хорошая. При этом тени очень легко растушевываются в никуда, грубо говоря. То есть если вы берете кисти, тушуете, 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 делается очень такая нежная дымка. Я сейчас нанесу на правый глаз... Левую тушь. Я сейчас нанесу на правый глаз новую тушь от Lancome, на левый глаз тушь от L'Oreal. И я хочу просто сравнить эффект. Я знаю, что сейчас на пике популярности новая тушь от Maybelline, но у нас ее просто нет еще в продаже. У новинки очень интересная такая кисточка. В ней есть изгиб. Она силиконовая, при этом у нее и коротенькие такие, очень коротенькие, что я сильно люблю, действительно люблю короткие щетинки. И вот такие подлиннее. Я сейчас нанесу один слой, почитаю вам, что написано. Смотрите, первый слой, первый как бы я наношу вот этой внутренней частью ложечкой. На самом деле вот такие изогнутые щеточки, это, конечно, не мой конек, потому что я люблю прокручивать тушь, когда крашу ресницы. А такими щеточками это просто мне неудобно делать, у меня замарывается все веко. Но я приловчилась ими пользоваться. Обычно первый слой я наношу внутренней частью, а второй вот этим длинненьким местом. Вот. Поэтому как бы, ну посмотрим, что получится. Потому что формула должна быть такая, как я люблю. У Lancome есть обалденная тушь, которая мне очень сильно нравится, которую я могла бы порекомендовать тем, кто любит люкс. И кто хочет такой эффект, как от туши L'Oréal So Couture, это тушь Voluma Porte, она просто потрясающая. Честно говоря, я вот сейчас крашу ресницы, и по консистенции, по самой формуле, тушь действительно очень похожа на мою любимку. Потому что написано, что стойкость у нее должна быть 24 часа. И я думаю, что эта тушь как раз термоустойчивая. Но это мы еще с вами узнаем впоследствии. Сегодня будет просто первичный тест-драйв. А мой отзыв полноценный на эту тушь я сделаю позже, когда смогу ее поносить, знаете, не один день, а больше, чем один день. Пока тушь высыхает, я хочу вам почитать, что написано про эту тушь. А новая революционная щеточка с 360 микрощетинками в 250 размерах позволяет прокрасить, приподнять и добавить объем каждой ресницы для более распахнутого взгляда. Что? Тут 250 разных размеров щетиночек? Ничего себе! Формула гелевой эмульсии содержит в 4 раза меньше воска, благодаря чему тушь не оставляет комочков. Формула обогащена эксклюзивным ингредиентом, экстрактом белого чая, известного своими восстанавливающими и обволакивающими свойствами. Тушь остается стойкой на протяжении 24 часов. Я обожаю белый чай, кстати. На iHerb есть очень один вкусный, оставлю вам ссылку на него. Берем второй глаз и вторую тушь. Эта тушь у меня уже, кстати, вот прям подходит к концу. И на самом деле, вот хочу вам показать, просто видите, здесь тоже есть и короткие, и длинные щетинки. И обожаю эту тушь, кто подписан на меня, знает. И даже когда она заканчивается, она все равно дает ошеломительный эффект. Буду наносить тоже в два слоя. Это настолько супер индивидуально, я знаю, что очень много людей любят изогнутые щетинки, просто это как бы не мой формат, поэтому посмотрим. У меня даже было такое, что когда только появилась тушь Lush Sensational, я просто в нее перекручивала вот эту щеточку, она мне очень нравится. Я еще, знаете, хочу сравнить эти туши со временем, потому что все-таки сравнивать суперновую тушь с суперстарой не на 100% объективно, но просто, чтобы вы понимали. Смотрите, я сейчас вас приближу. Так, почему я не очень люблю первые впечатления, потому что тушь это такой продукт, которому всегда нужно немножко времени, чтобы стать таким, какой он есть на самом деле. Обычно со всеми тушами, так честно говоря. Вот на этом глазу новая тушь. Я могу сказать, что реснички прокрашиваются прямо от корня, в принципе, очень удобно, нет таких супер длинных щетинок, которые можно легко добраться до самого-самого основания. Но вот здесь, видите, немножко реснички вместе склеиваются, потому что не очень удобно расчесывать их, как бы прочесывать равномерно. Например, вот здесь они все, видите, как иголочки, просто за счет того, что другая щеточка, и она гораздо проще это все прочесывает. Но я думаю, что тут еще дело сноровки, а есть подкручивание, то есть реснички зафиксировались, и они такие, как, я думаю, что да, вот за счет того, что это гелевая тушь, реснички такие, как иголочки. То есть наверняка она реально термоустойчивая, как и эта тушь. В общем, вот такая вот она малышка. Ну что, поздравляю всех над запуском новой туши. У Lancome, мне кажется, давно не была, вот после Месье Биг, я не помню каких-то запусков, честно говоря, или я что-то пропустила, или у меня немножко перемешались даты, но почему-то самый яркий запуск для меня это была та тушь. Тушь новая, мне нравится тем, что у нее действительно силиконовая щеточка с короткими щетинками. По поводу формы, мне нужно еще приловчиться, но по консистенции и по текстуре, я думаю, что это вот прям то, что я люблю. Термоустойчивая тушь, которая основывается теплой водичкой, это еще пока не точно, это мои догадки, только по ощущениям, но я хотела вас познакомить с этой новинкой, собственно, что я сейчас и сделала. Своё финальное мнение я расскажу, конечно же, в одном из видео попозже, либо же вы увидите пост в Инстаграм, если вы не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, там очень много актуальных новинок. Вообще актуальная информация, не только новинок, но и отзывов про старинки. В общем, я надеюсь, что это видео было для вас полезным, что вы увидели разницу между тушами. Я могу сказать, что в принципе ресницы выглядят очень похожими. Давайте мы сейчас возьмем зубочисточку, вот эти реснички просто расчешу и расклею. Я думаю, что тогда даже будет незаметно, что есть какая-то разница. В общем, я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если да, подержите его пальчиком вверх, напишите, о чём бы вам ещё было интересно посмотреть. Я ещё жду запуск туши от Maybelline, потому что в TikTok просто все стоят на ушах от неё. Но мы сейчас посмотрим, как справится Идоль Лаш. В общем, я желаю вам прекрасного дня. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok